Итоги социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год стали темой заседания районного исполнительного комитета. Участие в заседании принял глава района Андрей Жайлович. О том, чего удалось достичь за прошедший период и над чем нужно еще работать в 2020 году, собравшимся рассказала заместитель председателя Солигорского райисполкома Людмила Цибуленок. До присутствующих были доведены сведения о выполнении большинства показателей. Так, в районе наблюдается положительная динамика роста заработной платы. По итогам прошедшего года она сложилась в размере 1651 рубля. Рост реальной заработной платы составил 108,6%. Промышленное производство также вышло на положительные результаты. Объемы выросли на 15,5%. Прирост обеспечен за счет производства химических продуктов, машин и оборудования, электрооборудования, неметаллических минеральных продуктов и продуктов питания. Однако результаты работы отдельных отраслей не вселяют должного оптимизма. Среди невыполненных показателей по числу трудоустроенных граждан на вновь созданные места. И объемы строительно-монтажных работ. По Солигорскому району обеспечено выполнение большинства параметров социально-экономического развития. Четыре из семи ключевых и дополнительных показателей. Это экспорт товаров по организациям коммунальной формы собственности и безведенственной подчиненности, привлечение прямых иностранных инвестиций, производство валовой продукции сельского хозяйства и розничный трооборот торговли. По итогам работы за прошлый год зафиксированы положительные тенденции по поставкам товаров на внешние рынки. Хорошие результаты получены как коммунальными, так и безведомственными организациями. Это связано с расширением товарной номенклатуры, вовлечением новых экспортеров и появлением новых рынков сбыта. Отмечу, что хотя доля БКК остается доминирующей, за последние четыре года произошло снижение удельного веса колейных удобрений в экспорте товаров и морских перевозок в экспорте услуг. При этом наиболее существенные изменения произошли в услугах. Это за счет роста деловых, транспортных, компьютерных, информационных и туристических услуг. К тому же появились и два новых вида услуги в области культуры и отдыха, платы за пользование интеллектуальной собственностью. Поэтому задача по совершенствованию структуры экспорта остается первоочередной. В 2020 году перед предприятиями и организациями района поставлены следующие задачи. Снижение зависимости социально-экономического развития от состояния волообразующих предприятий, создание новых производств, оказание активной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, а также повышение эффективности работы. Продолжение следует...